Такое ощущение как будто я приехал только сегодня. Сейчас нужно будет уезжать через небольшое время, как и несправедливо. Мы только начали разговаривать нормально и тут надо уезжать. По идее бы не надо, но мы находимся в материальном мире, в материальном теле, ограниченном пространственным временем. Я хотел бы, чтобы мы сегодня ответили на главный вопрос, ради которого мы собрались на этом ретрите. Каким образом преданное может достигать совершенства индивидуально? Каким образом община достигает совершенства? Что для этого является сутью? Все, что мы до сих пор обсуждали, было неким попыткой подобраться к ответу на этот вопрос. Безусловно, ответ на этот вопрос дает сама жизнь, окончательный ответ. Потому что одна из ловушек на пути познания заключается в том, что преданные думают, что существуют готовые ответы. То есть шастра, священные описания, гуру, саду, они указывают в направлениях опыта. Но невозможно указанием направления опыта заменить сам опыт. То есть ответ на вопрос находится в самом опыте преданного, в самом опыте общины. Есть, допустим, омская община, кто-то может подумать, что вот я хочу, допустим, научиться чему-то омских преданных. Для того, чтобы научиться чему-то омских преданных, человек должен приехать и стать частью общины. Он не может просто спросить, а в чем заключается опыт омской ядры. И омской ядры ему говорит, наш опыт вот в этом записывает несколько фраз. И человек понимает, а, понятно, он уезжает и уплощает. Такого не бывает. Чтобы получить опыт, можно приехать, можно пожить здесь преды, можно есть с ними просад, можно готовить для них просад, можно вместе с ними заниматься служением. И тогда вот эта тонкая связь, эта атмосфера, она перейдет в сердце человека. Человек почувствует себя частью этой ядры. И он уедет в другое место и унесет с собой это настроение в другое место. И там сможет проявиться что-то подобное. Так происходит передача опыта, так происходит передача вот этого совершенства. То есть совершенство передается от сердца к сердцу. И сегодня очень важно понять, что же находится в сердце тех, кто несет в себе это совершенство. Причем задача интересная, еще больше интересная, она заключается в том, что мы с самого начала говорили с вами, что человек, который несет в себе этот опыт, он не обязательно тот, кто достиг полного совершенства в сознании. То есть человеку могут оставаться анардхи предному, но они не мешают ему практиковать чистое предное служение и быть носителем чистого предного служения. Первая вещь, которую я хотел бы обратить ваше внимание, мы сегодня утром немножко с предными обсуждали эту вещь, когда остались в более узком кругу, то, что тайна бхакти-йоги, одна из ключевых вещей для общинного строительства, самая важная вещь, для практики чистой бхакти-йоги в каль-йогу самая важная вещь, все это содержится в бхагавадгите, хотя мы знаем, что более подробно все объясняется в Шимадбхагава, там целый кладезь этого знания, расы, отношений между предными, отношения между предным и Господом. Тем не менее, с философской точки зрения описание практики предного служения, результативной практики предного служения, именно практики, описано в бхагавадгите, в самом ее сердце, в котором мы все знаем, как четверть шлока бхагавадгите. И вот из четырех стихов этих четверть шлоки, вот в двух из них, самых середины, содержится знание о том, каким образом должна строиться община и индивидуальное совершенство предного. В последнем стихе, в тушлоке 10.11, там Господь говорит, что даже если преданный не имеет квалифицированного, ну как бы внешне не имеет квалифицированного руководства, это, кстати, то, что, по поводу чего переживают некоторые преданные сконы, они думают, вот если бы Шлопопада был саддинас, вот тогда у нас был бы саддинас, или если бы был вот такой-то саддху, например, саддинас, вот тогда у нас была бы община, или у нас был бы саддинас. Но Кришна объясняет там, Он говорит, что те преданные, которые следуют предыдущим стихам, следуют наставлениям. Для тех преданных Кришна проявляется как светильник знаний, ядан, дикейн и баслата, то есть освещающий путь предному, дающий ему совершенное видение, совершенную интуицию и как бы способность идти по пути предности. То есть Кришна говорит, что Он освещает светильником знания сердца предного, и Шлопопада в комментарии подчеркивает, что даже если у предного нет возможности воспользоваться непосредственным присутствием духовного учителя, святой личности рядом с ним, нет рядом. Тем не менее, именно благодаря светильнику знания, светильнику любви, горящему в сердце предного, он может видеть безошибочно путь, ведущий на голову. И эта вещь, она, ее предам сложнее всего понять, потому что, как правило, мы рассчитываем на, в практике сознания Кришны мы рассчитываем на какие-то опоры, все, которые приходят благодаря присутствию каких-то внешних факторов. То есть для предных очень важны такие вещи, как инициация, очень важное присутствие, допустим, каких-то условий, обстоятельств благоприятных и так далее. То, чтобы заниматься чистым предным служением. Но, на самом деле, все, что благоприятно для предного служения, есть только два принципа в предном служении, которые действительно делают его благоприятным. В практике в преданности есть только два принципа. Все остальные являются слабыми этим. То есть любой, кто получил ваишнавское образование, должен знать, что же это за два принципа. Всегда помнить и никогда не забывать о Господа. Эти два принципа, хотя они звучат очень похожим образом, но, на самом деле, они очень сильно отличаются друг от друга. В чем же разница заключается? Когда мы... Всегда помнить о Кришне означает обращаться к Господу в своих молитвах, значит практиковать бхакти-йогу. Но никогда не забывать о Господе означает всегда быть преданными. Никогда не разлучаться с преданными. То есть никогда не забывать о Господе – это означает никогда не нарушать принципы ваишнавской этики, о которых мы говорим. Потому что нарушение этих принципов, оно приводит к забвению. Это оскорбительно. Оскорбление приводит к забвению. Поэтому всегда помнить Бога и никогда не забывать – это разные принципы, хотя они звучат очень похожим образом. И зачастую преданные следуют только одному из них, а именно первому. То есть они пытаются помнить Господа, они пытаются повторять святое имя, они пытаются, они обращаются к миности Радхи Гаринды и получают эту милость. Но сложность заключается в том, что человек, который не находится в атмосфере духовной, то есть эта атмосфера не создана для его сердца, он растрачивает эту милость, точно так же, как вода утекает через тверд, сотревшивший кувшин. То есть мы получаем эту милость, но мы не можем хранить ее в своем сердце, потому что наше сердце непригодное для хранения неподходящих сосудов. Поэтому оба эти начала очень важны, и для достижения совершенства важно именно хранить то, что Господь дал, то есть быть хранителями благословения и милости Господу. Поэтому в Бхагавадгите, в самом ее сердце, Кришна описывает практику преданного служения, которая приводит преданного к этому совершенству. Что же является этой практикой чистой преданности? Во втором стихе Кришна говорит эти слова Он говорит, что мои преданы Матчита, то есть те, кто сосредоточен на мне, посвятившие свою жизнь служению мне, Матгата Абрана. Когда собираются вместе, они делятся сокровенными реализациями и проповедуют друг другу. Вот как я им так по распорам. И всегда обсуждая, всегда общаясь на предметы, связанные с Господом, как «Хаин такшчамамамни тема», они испытывают величайшее удовлетворение и блаженство. То есть чай, чай, роман, чай. То есть описывается образ жизни преданных, которые на самом деле еще не являются Матгабхагаватами. И что Абрупада в комментариях к этому стиху говорит, что на начальных стадиях чистого преданности, то есть на стадиях, когда человек еще не свободен от недостатков, предметом обсуждения между предными является предное служение. То есть предные обсуждают служение Господу. И на более продвинутых стадиях предметом обсуждения уже становится сам Кришна, его лилы, его атрибуты. И то и другое относятся к чистой преданности. То есть это все практика чистой преданности, которая делает человека божественным, то есть дает ему вот этот вкус, создает эту удивительную духовную атмосферу. И смысл заключается, вот этого стиха заключается в том, что преданные, которые собираются вместе, они собираются именно для того, чтобы испытать вот этот опыт общения с преданными, именно обрести в Даршин Господа. Поэтому Кришна говорит, они являются предными мадчита, мадгата, прана. То есть это особая категория предных, которые как бы собираются для того, чтобы заниматься чистым предным служением. Это находится в их сердце. И результат, который обязаны предные достигать на этом пути, на пути сатсанги, о котором мы говорили вот эти два дня, результатом, результативной составляющей этой практики является тушьянди чаром античар. Тушья означает удовлетворение, потому что удовлетворение приходит тогда, когда человек избавляется от зависти. Когда мы избавляемся от зависти, это когда мы, общаясь с другими предными, обнаруживаем божественное присутствие в том, что происходит. То есть мы обнаруживаем реализацию, мы обнаруживаем какое-то вдохновение, в сознании Кришны, мы обнаруживаем бескорыстие, мы обнаруживаем божественность. Когда мы обнаруживаем божественность, общаясь с предными, мы испытываем тушь тель. Это означает, что наша зависть, она уходит, живо освобождается от зависти, по крайней мере, благодаря этой атмосфере. Это не ее освобождение еще. Потому что, когда она вступает в какие-то отношения внешние, эта зависть может снова вернуться. Но когда она находится в этой атмосфере, она испытывает реальный духовный опыт, этот живо. Итак, первая вещь – это тушьки. Тушьки означает, что преданный имеет даршин истины. Он понимает, вот то, что сейчас возникло между нами, это истина, это настоящее. Это настоящий даршин Господа. Это не просто какое-то хорошее общение, такая тусовка какая-то в сознании Кришны, или еще что-то. Это божественно. Это общение с гуру. Это сатсанга. И вторая вещь, которая является результатом – это романтия. Романтия означает именно раса отношений, то есть чувство духовной близости, чувство дружбы какой-то, чувство братства. Которое возникает между преданными. И признаком сатсанги является то, что преданные испытывают тушьанти и романтии. Вот эти вещи, которые очень важны. И в следующем стихе, который следует за этим, Кришна говорит, в стихе 10-10 знаменитых, которые часто преданные цитируют, Кришна говорит, что преданные заняты таким образом, то есть, шамшатата юхтанам баджетам прити пурвакам. То есть, заняты преданным служением вот в этой санге, в такой санге, прити пурвакам означает находящийся в атмосфере любви, в атмосфере доверия. Прити означает расположение. То есть, преданные служат Кришне в атмосфере расположения другим преданным, то есть, в атмосфере семьи прити пурвакам. То есть, он испытывает это расположение. Кришна говорит, дадами будхи йогам тамни наам паянти те. Он говорит, таким преданным я даю разум, с помощью которого они приходят ко мне. Это означает, что разум, который приводит к Богу, это будхи йога, то есть, высший разум, трансцендентный разум. Он имеет не индивидуальную природу. Он не связан с конкретных индивидов. Этот разум порождается самой сангой, то есть, он является коллективным. То есть, Кришна проявляется там, где его преданные говорят о нем, испытывая вот эти вот, ну, искренние чувства и отношения духовные. В этой санге преданных проявляется особый разум или интуитивная способность совершать преданное служение естественно. Не искусственно, принося другим беспокойство, как бы, каля других там, показывая свое ложное эго и так далее, а естественно. То есть, преданное служение становится спонтанным. Почему? Потому что оно порождается духовной природой, не внешней природой, не внешней энергии, у него внутренней энергии. И, собственно говоря, наша самая программа, вот присутствующих здесь преданных, заключается именно в том, чтобы научиться вот этим наставлениям, следовать этим наставлениям. Потому что это наша единственная надежда. У нас нет больше ничего в калюку. Мы воспеваем святое имя, но мы не просто воспеваем святое имя, мы в Санкиртане воспеваем святое имя. Санкиртана является югодхармой, а не просто индивидуальное какое-то воспевание. Шилапруппады не давал нам формулы, то есть Ващнаму повторяет 64 круга святое имя, Шилапруппад дал нам 16 кругов. Но 16 кругов означает что? 16 кругов? Означает 16 кругов плюс нравственность, регулирующий принцип, принципы нравственности. То есть 16 кругов плюс нравственность и плюс искомы, то есть плюс ващнавская санга, в которой все это происходит. То есть эта нравственность проявляется в отношениях с преднами и со всеми остальными людьми. И воспеваемые 16 кругов именно в этой трансцендентной атмосфере. И это могущественный процесс, который означает полный баджан, то есть человек полностью занят в предном служении. Почему? Потому что все, что он делает, любое служение, которое он совершает под влиянием этой сангии, оно не отличное от воспевания святого имена. Поэтому формула Шила Прабхупада это не просто 16, как некоторые 16 кругов отчитали, с трудом совершили тяжелую работу, с чувством глупого удовлетворения забросили в свой мешочек и пошли заниматься материальной деятельностью. Это не формула Шила Прабхупада. Формула Шила Прабхупада заключается в том, что 16 кругов, но эти 16 кругов должны оставлять вкус на всю жизнь, на весь день. То есть для того, чтобы человек действительно испытывал связь с каким-то вкусом, решающее значение имеет не тот, как бы решающее значение, вот если взять аюрведу, то в аюрведе есть такое понятие, как випак, да, послевкусие. Вы что-то попробовали, но на человека, на его сознание оказывает влияние не столько сам вкус, сколько послевкусие. Например, люди, которые привержены интоксикациям, скажем, они выпивают, они выпивают по той причине, что спирт, который содержится, он обладает сладким послевкусием, это все знают, да? И он очень сладкий. Хотя сам по себе спирт, он горький. Поэтому предметы не повторяют святое имя, для них, когда человек находится в состоянии овидия и невежества, святое имя, сладкое, как леденцы, оно какое? Оно горькое. Об этом говорит Робху Гослами, что на стадии овидия, святое имя, оно горькое. Но то, чего не знают люди, что у него сладкое послевкусие. То есть воспевание святое имя, оно дает тонкий вкус, который сопровождает нас весь день. Этот вкус, эта связь, она как бы, она, эта связь, она дает благословение на всю нашу деятельность в течение дня. Но когда мы воспеваем святое имя в обществе предное, когда мы воспеваем святое имя в этой атмосфере, то святое имя, оно становится сладким, оно проявляется в божественную природу, оно перестает быть горьким. Потому что горечь, которую мы испытываем, это не что иное, как наш эгоизм, наша вот эта индивидуальность, отделенность, отчуртенность от целого, от полного целого. Поэтому, как только связь с полным целым нарушается, то есть у нас нарушается связь с нашей сангой, у нас нарушается связь с обществом, которое нас окружает, мы сразу теряем вкус к воспеванию святое имя. Вот можно было провести эксперимент, например, такой, вдруг приходит такое известие, что российская, значит, общественность или там правительство, не знаю, задумывалась на тему, что Харе Кришна – это очень хорошая философия для России, например. Что люди в этом обществе, они оценили движение сознания Кришны, как очень важное. Что произошло бы с энтузиазмом преданным? Этузиазм сразу бы вырос, преданным бы с воодушевлением воспевали, ходили бы, прокурировали сознание Кришны. Но когда мы чувствуем, что люди, ну, то, что мы делаем, людям не нравится, они имеют к нам претензии, у нас сразу, как бы, этот вкус пропадает. Почему? Потому что мы, как бы, не знаем, что то, что мы делаем в сознании Кришны, это очень важно для людей, которые нас окружают. То есть, вот это ощущение важности, оно рождается сангой, и оно питает вкус к воспеванию святого имя. То есть, те преданы, которые убеждены в плаке, которые несет эту философию, они воспевают святое имя с великим вкусом. Поэтому обсуждать эту философию в сознании Кришны в контексте практического применения в жизни преданных и обычных людей, оно приводит к усилению, углублению вкуса в воспевании святого имя. Об этом Кришна говорит. Поэтому община вайшнавов, она состоит из групп духовного общения, из санг. И в этих сангах предные собираются, и какие-то предные они собираются, они просто слушают философию, то есть совершают ритуал обычный. Ну, а философия интересная, все. Но потом они приходят домой, и они не чувствуют то, что это знание, оно действительно связано с их семьей. Может, предный не чувствует, что у него прибавилось любви к тем людям, с которыми он живет. Наоборот. Возникает почему-то противоположный эффект. То есть, такая вот религиозная экзальтация, то есть, когда предный соприкасается с чем-то возвышенным. Когда он приходит к себе домой, он думает, и это то место, где я должен жить. Вот я бы хотел жить там, вот там, где вот все звучит так, как звучало на лекции. Я прихожу, и тут мой муж материалист, мои дети бестолковые. И когда у человека появляется вот такое ощущение, то он на самом деле теряет связь, но пропадает вкус к воспеванию святого имени. Предный собирается вместе, и, по идее, все это должно работать. То, что мы сейчас описываем, об этом Кришна говорит, это должно работать. Но проблема вот именно в этом, что, когда мы собираемся вместе, то мы не доходим до этой точки, когда сознание Кришны становится, задевает вот человека. То есть, человек начинает переживать по поводу того, что обсуждается. То есть, мы не доходим до момента переживаний. То есть, мы не спрашиваем друг у друга, что ты думаешь по этому, что для тебя это значит. Мы не чувствуем то, что, ну, как бы мы не испытываем интереса к чувствам преданных, которые находятся. То есть, это сфера чувства. Это сфера именно включенности, эмоциональной включенности человека. То есть, включенности на уровне сердца. Вот о чем здесь Кришна говорит. Поэтому, когда этот результат есть на Махате, или там, Бхакти Врихши, неважно. Когда предных задевает то, что происходит, когда они начинают говорить о том, что на самом деле они чувствуют по этому поводу, по поводу сознания Кришны. И когда они могут об этом спокойно сказать другим предным, и предным выслушат, они не будут оценивать, они не будут там смеяться, или давать свои там досужие оценки какие-то. А будут с уважением выслушивать и взаимодействовать с этим, то тогда происходит, вот возникает вот этот эффект, о котором Кришна говорит. А так предные собираются, да, они собираются, в Мамахатах, в Сангахстане, о чем-то говорят. Но не всегда вот есть вот эта вещь, потому что я античара, в Махате Чин. Вопрос можно? Можно в конце? Да, лучше в конце. Вообще, это ничего. Поэтому принцип отношений в обществе предных, он заключается в том, что, во-первых, должна быть ответственность именно в сфере чувств. То есть мы не должны, как бы, то есть у человека, всегда человек заряжен на то, что он сосредоточен на себе в момент обсуждения. То есть человек что-то слышит, и он не пытается понять чувства другого человека, он пытается отреагировать просто на это, в соответствии со своими какими-то представлениями. И все его вопросы, которые он задает, или его вклад, который он делает, это отчужденный вклад. Это вклад не в полное целое, а это некая своя какая-то вот, ну, то есть, что-то свое. Сотрудничество означает вклад в общее, то есть в результате мы должны получить, в результате общения мы должны получить продукт, который нас объединяет, связывает вместе. А не так, что один высказал свое, другой высказал свое. И в результате все уходят неудовлетворенными. Появляется, получается такая, как бы, демократия такая. То есть, как вы считаете, что такое сознание Кришны? Мы задаем вопрос на Намахате. И каждый начинает что-то двигать свое. Один говорит, что сознание Кришны это, другой говорит, что сознание Кришны то, как бы такое голосование такое происходит. Вы за какое сознание Кришны голосуете? А я за это голосую. То есть, это все от ума. Один одно сказал, другой другое сказал. И в результате, приятный думает, лучше бы мы лекцию послушали. По крайней мере, было бы что-то одно. А тут все сказали, и в результате получается, что, ну, как бы, у каждого какие-то свои там представления. Это не называется сотрудничество, это не называется тушья античаром античая, это не называется бладами бутьёвым. Это материальный разум. Материальный разум, он действует отчужденно. То есть, он, как бы, формулирует какие-то вещи, которые являются представлениями самого человека. Даже если они основаны на шастрах. Как вот мы сейчас ехали, и Гопишвара пропускал слова Гопаладжи Махараджи, что у каждого приняло свои шлоки. Одному нравится одно, другому нравится другое. Понимаете? Но сатсанга означает, сатсанга означает проявление божественного присутствия. Это проявляется в том, что Кришна, когда проявляется, то все начинают чувствовать одну какую-то вещь, которая вдохновляет и совершает совместное проявленное служение. Вот это божественное присутствие. Кришна все привлекательны. Поэтому, если проявляется истина, то она привлекательна для чувств всех, кто присутствует. У всех глаза горят, не готовы делать то, что возникло. Это не чьё-то представление, это не представление лидера намахаты, это не представление конкретного человека, который навязал всем свою точку зрения. Нет. То есть результатом нашей совместной работы, нашего обсуждения должно быть проявлено чего-то, чего мы не ожидали вообще, что это будет. Это просто Господь проявляется. Вот это чудо сознания Кришны. То есть смысл вот этих наставлений, которые даются здесь, в Бхагавадгите и в Шима-Бхагавадам, он заключается именно в том, что преданные должны стремиться к общению с Господом. Мы должны стремиться к проявлению Господа. Если мы стремимся к этому проявлению, мы будем занимать смиренную позицию, мы будем стараться слушать других, будем стараться слушать свое сердце, и мы будем стремиться к тому, чтобы проявлялась истина в наших взаимоотношениях. И тогда преданным не будет проявляться зависть в обществе преданных. Потому что что такое зависть? Зависть – это не что иное, как ощущение пустоты. То есть когда человек не чувствует Кришну, то он завидует. Зависть тогда проявляется, когда мы неполноценны. Как часть, оторванная от целого, она чувствует себя неполноценной. И когда она видит, что у него в ком-то есть какие-то хорошие качества, она начинает сразу завидовать. Но когда мы чувствуем полноту в своем сердце, мы чувствуем драгоценность, какие бы качества кто-то не проявлял, мы будем только радоваться. Потому что вот это единственный способ избавиться от зависти – божественное присутствие. Если нет в жизни преданного божественного присутствия, он будет завистником. Даже если он очень опытен каких-то, в общем, смысле этого слова, как религиозный человек. К сожалению, у нас не так много времени. Может быть, будут какие-то вопросы по теме, и мы сможем проникнуть глубже. Должен быть хотя бы один, их может быть больше. в идеале их больше. Которые понимают, что он истинно не обладает, но он знает, каким образом она проявляется, какие условия нужно создать, чтобы она проявилась. Вот в этом служении лидера намахата. Он не является как бы транслятором истины, он просто помогает всем войти в правильное настроение во время обсуждения, чтобы Кришна проявился. И желательно, чтобы таких преданных было несколько, потому что смысл Санги заключается не в том, что мы вчера говорили об этом, чтобы замыкать людей на своей харизме, а смысл заключается в том, чтобы каждый обрел такую квалификацию. Ждать Кришну и создавать условия для того, чтобы он пришел. Для этого и существуют Санги преданных. И лидер, он понимает, что он всего лишь слуга. там, в этой Санги. Он слуга преданных, он просто создает условия для того, чтобы истина произошла. Ну, если пришла, но если она не приходит, то преданные, они должны смотреть на лидера и думать, ну, как бы, как сказал, Акела промахнулся, да? Нет. То есть мы, понимаете, мы все достойны того, что с нами происходит. Если Кришна пришел, значит, ну, как бы мы, нам удалось быть ваишнамами в этой ситуации. Если Кришна не пришел, ну, значит, надо чему-то научиться. И то хорошо, и это хорошо. Кришна в любом случае присутствует, но он разный. Он проявляется по-разному. Поэтому ответ на это послание, но на этот вопрос в том, что лидер намахатта, он должен быть господином, он должен быть слугой, который помогает сангии вот действовать вот так, как Кришна говорит в Бхагавадгике. Мне непонятны моменты, когда вы сказали о национальной включенности. Национальная включенность на материальной платформе обычно зависит от того, что у людей общий вкус и желание. Вот национальные, вот, как же, общие интересы, они уже не имеют анартия общей. И тогда люди друг с другом общаются, понимают друг друга, вдохновляются с полуслова. В духовной жизни и таких людей, как правило, мало, не мужчины. В духовной жизни то же самое и с нами. В Ховенрухури путешествует и очень редко встречает людей, которые потеряли его с ним его настроение. В общем, так же, в обществе преданных происходит так, что люди часто не понимают друг друга. эмоциональной включенности нет. И я не думаю, что это зависит только от лидера. Он должен всех заразить каким-то опытом, или как-то. Какие-то еще должны были появляться факторы. То есть, обычно, говорится, что общий язык люди могут найти только тогда, когда они примерно на одном уровне. я бы согласился с вами, но частично. Поэтому я говорю, я не понимаю, как это в том моменте. То есть, вопрос заключается в том, что, смотрите, тут две вещи очень важны. Первая вещь, это присутствие истины, о которой мы говорим, присутствие Бога, оно не означает, что лидер чувствует, что то, что сейчас происходит, это как бы полностью соответствует его каким-то сокровенным ожиданиям. То есть, иначе говоря, мы не должны забывать о принципе многоукладности. То есть, в одной санге могут быть преданных разных настроений, разных уровней. Поэтому проявление Божественной истины означает, что между преданными проявляется нечто такое, что они готовы делать совместно. что их объединяет. И это не обязательно что-то такое сверхсокровенное. Например, предные, скажем, увидели, что в результате обсуждения они увидели, что проповедовать на самом деле это совсем не сложно. Можно делать вот эту вещь замечательную, можно, например, готовить, взять, например, на себя ответственность, готовить просадки кого-то, раздавать, допустим, да, что-то. То есть, какое-то видение у них появилось. которое они готовы, что-то могут делать вместе. Это их воодушевило, они это делают. Это может быть не что-то такое сверхсокровенное, но это чистое предное служение. И независимо от того, какой уровень предного в этой ситуации, он будет чувствовать блаженство в этом совместном служении с предным. Поэтому очень важно, что предные разные, но когда они обсуждают предное служение, они могут, не может открыться именно те вещи, которые вдохновляют. Общие, да, вещи. Это очень существенный момент. Понимаете, когда люди, когда есть демократия, то есть, когда люди просто голосуют, кто-то удовлетворен, кто-то не удовлетворен, это означает, что на материальном уровне все происходит. То есть, мы делаем то, что нравится большинству, например, или нравится какому-то конкретному человеку, это его представление, мы просто за ним идем. Все равно все остаются неудовлетворенными в результате, потому что это некий компромисс. однако это возможно только тогда, когда есть единый мотив в стремлении жизни, когда люди движутся одной идеей, тогда многообразие солнца не игра может быть в общем-то когда есть мотив единый возникает тогда, когда предные обсуждают ценности предного служения, то есть предметом обсуждения является предное служение и оно создает вот этот единый мотив в этом секре вопрос можно да может быть в этом случае нужно видеть в каждом Кришне или в каждом видеть Бога в каждом душу видеть тогда не будет разногласия в каждом насчет зависти все правильно помнишь что единственный способ избавиться от зависти это быть наполнен именно да иногда можно видеть что люди которые по идее должны быть наполнены в силу проведенных председаний по опыту и так далее могут испытывать как раз больше повода для того чтобы это испытывать в отношении людей которые могут только приходить и гореть и там двигать ну и я к чему это что сейчас очевидно времена очень меняются и в наше общество приходит очень много людей которые мыслят очень масштабно глобально молодые люди очень-то необычные и вроде как есть что-то старое что-то уже построено и непонятно как с ними быть со старым или с новым поскольку это непонятно то просто никак не быть поэтому очень важно умонастроение лидера умонастроение слуги умонастроение ученика мы же все время об этом только и говорим эта тема она настолько важна что мы как бы это все равно что говоришь что ты не тело все уже сто раз об этом слышали но это вопрос чисто технически то есть если ты не тело то ты будешь у тебя не будет вот таких стереотипов то есть ты будешь видеть люди они пришли у них есть какие-то энергии которые раньше здесь не было ситуация изменилась нужно учиться нужно учиться действовать в многих ситуациях так думает лидер который имеет положение слуги а если лидер положение господина он стремится сохранить статус кво ну ситуацию оставить такой какая она есть и просто использовать энергию новых людей для того чтобы поддержать статус кво ну то есть то что уже есть поддержать это то есть идея такая что мы думаем что если люди пришли эти люди которые пришли они должны поддерживать то что уже есть нам даже в голову не приходит что это люди они приходят творцы они приходят для того чтобы развить искон они поддержать то что есть поэтому у Прабхупада был такой принцип он как бы это был принцип творчества принцип творчества как допустим вот пример с Каснафиджи когда был человек бизнесмен который предложил Прабхупаде крупную сумму денег он сказал мне твои деньги не нужны ты просто построил храм то есть для него было важно не получить что-то от человека для 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 того что есть а для него было важно включить человека в деятельность в исконе включить его творческую энергию этот человек построил храм и потом он стал GBC потому что человек реально принял ответственность и он действительно получил полномочия от Прабхупада от Бога потому что он включился в развитие скон поэтому для нас важно не брать не ресурсы человека а и самого человека потому что если есть сам человек то есть его ресурсы а если мы ориентируемся на ресурсы людей интеллектуальные финансовые только на это а сам человек при этом не участвует в том что происходит творчески то в итоге мы просто ну максимум что мы способны это поддержать то что есть мы не можем развивать а как здесь собрести баланс между тем что есть как бы некая консерватизм да который наоборот сохраняет какие-то незыбленные истины принципы да ответ на этот вопрос принципы то есть между преданными должны быть понятны обсуждаться принципы сознания Кришны ценности сознания Кришны не структуры структуры могут перестраиваться но принципы ценности они вечны они отражают саму жизнь сознания Кришны эти принципы должны быть понятны всем если человек нарушает принципы то с ним нужно обсуждать это и если наказывать человека то наказывать не за то что он что-то не так сделал а именно обсуждать с ним то что почему он так сделал то есть его как бы чем он руководствуется вот мы здесь говорили да о принципах бескорыстия что означает бескорыстие бескорыстие означает что мы не пытаемся контролировать человека а мы пытаемся мы просто обсуждаем с ними мы обсуждаем с человеком то чем он руководствуется делает то или иное это называется бескорыстием беспристрастность также поэтому из-за того что между предными зачастую не обсуждаются вот эти главные вещи а обсуждается просто а почему мне дали такое указание сделать ну я твой старший я тебе дал такое указание ну хорошо это нормально то есть человек сделал он сделал нормально никаких проблем с этим у меня появляется вторая такая же проблема он получает тот же сам ответ потом получается появляется третья похожая проблема он получает тот же самый в конце концов он начинает думать чтобы вы сплотили просто потому что то что мы следуем авторитетному процессу это факт это правильно но авторитетный процесс означает процесс который подтверждается объяснение есть объяснение есть объяснение тогда есть авторитетный процесс а если объяснение нет то это превращается просто в подмену то есть превращается в обычную религию мирскую и все начинает умирать тогда. То есть энтузиазм пропадает у преданных. Санга. Шрадха, сад санга, баджина крия. Это наша философия. Баджина крия порождается сад сангой. Есть такое представление у преданных. Я не знаю, откуда это идет. Видимо, какие-то лекции были. Какой-то период, видимо, времени были лекции такие в движении сознания Кришны. Что в Айдхи Бхакти означает, что преданный выполняет служение. Ну, как бы ему сказали, он делает. Регулируемое преданное служение означает, что он его совершает, просто подчиняясь дисциплине внешней. Ну, слуга. Слуга, в смысле, ему сказали, он делает. Но проблема заключается в том, что такой способ занимать людей деятельностью существует в любой кармической организации. Мы можем сказать, что у нас же не кармическая организация, мы же для Кришны все делаем. Но все равно проблема-то остается, потому что в Айдхи Бхакти означает деятельность, совершаемая в результате вдохновения, возникающего. То есть вдохновение, возникающее из наставления духовного учителя и старшего. Вот что такое в Айдхи Бхакти. То есть в Айдхи Бхакти – это деятельность, которая порождается сатсангой. То есть, по сути дела, в Айдхи Бхакти – это творческая деятельность сознания Кришны, творческое служение. Вот что такое в Айдхи Бхакти. То есть в Айдхи Бхакти возникает в результате осознанного отношения к предному служению. То есть и симптомом в Айдхи Бхакти является счастье в сознании Кришны. Вдохновение в сознании Кришны. Вот это ВАЙДХИ Бхакти. А что такое тогда более высокий в Айдхи Бхакти? Вот если вы есть, можно спросить, если ВАЙДХИ Бхакти – это творческая деятельность, вдохновение, то что такое РАГАНУГА Бхакти? Что такое РАГАНУГА Бхакти? ВАЙДХИ Бхакти – это не спонтанное предное служение? Начало. Ну хорошо. Хорошее слово «начало». То есть РАГАНУГА Бхакти – это предное служение, которое осуществляется в результате духовной привязанности. То есть не в результате осознанной позиции, когда вы чувствуете, что вы слуга, вы ученик. А это как бы РАГАНУГА Бхакти, оно осуществляется в сфере, когда предный считает себя господином по отношению к Господу. Вот что такое РАГАНУГА Бхакти. Или РАГАТМИГА Бхакти. То есть РАГАТМИГА Бхакти означает, мама Ишода, она думает, что Кришна ей подчиняется, он Кришна должен есть вовремя. Она беспокоится за него, как мать беспокоится за своего ребенка. Почему? Потому что мать, она считает, что ребенок – ее собственность. Также предный Господа, находящийся на пути Раги, он считает, что Господь – его собственность. Он испытывает привязанность к Господу. Господь ему принадлежит. И поэтому он осуществляет предное служение. Вот это РАГАНУГА Бхакти. По крайней мере, в настроении вечных спутников Господа совершается. Нам до РАГАНУГА Бхакти как до луны ползком. Потому что наша программа сейчас достичь уровня творческого предуслужения, то есть сознательного, ну, личной ответственности, как быть учениками, быть слугами. Это называется ВАЙТХИ Бхакти. То есть наша программа стать ВАЙТХИ Бхактами. То есть достичь ВАЙТХИ Бхакти. ВАЙТХИ Бхакти означает ВАЙКУНХА. РАГАНУГА Бхакти означает ГАЛОКА. Потому что, чтобы вернуться к Богу, нужно научиться совершать ВАЙТХИ Бхакти. ВАЙТХИ Бхакти осуществляется в результате вдохновения, приходящего из сад санги. Либо со своим духовным учителем вы общаетесь, либо в санге предных вы получаете эту связь. Вам открывается видение в сознании Кришны, то есть вдохновение приходит, означает, что у предного появилось видение, что он может сделать вместе с предным. Приходит вот эта вот вещь, полномочия совершать предное служение. Поэтому давайте как-то вот тут вещь, очень важную вещь зафиксируем для себя, что быть, заниматься Бхакти-йогой означает, не нужно путать Бхакти-йогу с САТВАГУНой. САТВАГУН означает, что все упорядочно, что есть дисциплина, есть... Это все Дхарма, это то, что мы обсуждали. Без Дхармы говорить о Бхакти бессмысленно вообще. То есть, если человек не может подчиняться старшему, если он не может отчитываться за то, что он делает, если он не может исполнять взятые на себе обязательства, то человек не подходит для осознанной деятельности. Его сначала нужно научить просто Дхарме, элементарной нравственности. Но когда у человека есть вот эта вещь, САТВАГУНа, тогда нужно учиться Бхакти. Потому что Бхакти делает человека счастливым, по-настоящему. Все-таки задача, когда какой-то из преданных проявляет энтузиазм какой-то деятельности, не глушить все-таки, а направить. Потому что иногда сталкиваемся с таким, что когда молодые проявляют что-то новое, то старшие говорят, нет, это не вписывается сейчас в данный момент в наше понимание. И преданные просто перестают что-то делать, то бишь угасают. И все-таки же нужно как-то их направить и их желание. С преданными нужно обсуждать то, что они хотят делать, то есть обсуждать. Старшие должны делиться своим пониманием. И тогда младший преданец с благодарностью принимает наставления и корректирует. То есть их энергия, она направляется в русло сотрудничества. То есть проблема заключается в том, что энтузиасты такие, которые вот инициативу проявляют, они часто проявляют инициативу именно как индивидуалисты такие. Вот я сейчас вам тут послужу. И они начинают служить так, что все думают, боже мой. И тогда лидер думает, давай ты лучше не будешь служить, мы как-нибудь разберемся с сарами. Но смысл заключается именно в этом, что у человека есть энергия, но ему не хватает видения, поэтому нужно с ним обсуждать эти вещи. Когда видение у него появляется, он начинает понимать, куда эту энергию можно проложить. Поэтому инициативу глушить ни в коем случае нельзя. И ее, как вы сказали, нужно направлять. И это как раз и происходит в Санкт-Петербурге, в обществе, в коллективе. Дальше начали. Чего скажешь на этот вопрос? Мне сказали, что преданный он находится в определенной санге. И он, когда, ну, общается с преданными, да, он заряжается этой определенной энергию, да, коллективно. И он куда-то едет, да, например, поедет, и он несет эту частичку, как бы, в коллективном сознании, которое он выведет. То есть, а как человеку, например, ну, приходит, например, время, да, человеку, ну, у меня вопрос такой, что если человек какое-то время, наверное, начинает терять связь. Такой будет быть? И как ему поддерживать эту связь? Что помогает ему связь, поддерживать далеки эту санги? Нужно сангу хранить. То есть, мы являемся хранителями. Если мы уходим от своей санги, то мы должны понять, что мы в безопасности ровно настолько, насколько мы несем вот этот вот отпечаток в своем сердце. Если этот отпечаток стирается, мы должны его восстанавливать. То есть, нужно возвращаться в свой домой. Вот у предных проблема зачастую бывает какая? Что мы общаемся в течение недели, то есть, один раз предные пообщались, им этого отпечатка, впечатления сознания Кришны может не хватить. То есть, цикл становится все короче и короче. То есть, влияние материальной атмосферы такое, что сейчас нужно общаться каждый день. Чтобы быть в нормальном состоянии. Просто практически каждый день. То есть, предным не хватает. Они пообщались нам на махате, два дня проходят, и они же чувствуют, что карит снова заползет. Вот. Это означает, что таким предным нужно чаще бывать в храме. И в храме должны быть возможности с кем-то поговорить, пообщаться в сознании Кришны, вдохновиться и так далее. То есть, храмы для этого существуют. Вот. Поэтому, если мы теряем эту связь, то у нас должна быть возможность ее восстановить. И это и есть искон. То есть, человек Павпаду создан искон именно с этой целью. Чтобы дать людям, каждому человеку, вот именно вот это чудо. Не просто, чтобы у них была шрадха, вера в Кришну, то есть, как. А чтобы у них была сатсанга. Вот для этого вот был создан искон. Идея заключается в том, что, когда преданный еще храм, ему необходимо вот сохранить вот этот сангут. Он приходит часто, то есть, начинает. Но в последующем, может быть, преданный, как бы, проникается этой идеей. И это он делает уже не для того, чтобы взять силу, а потому что он чувствует этот вкус. И он идет туда, потому что там Кришна, там Радхарани, то есть, как бы, и уже немного другой мотив, но действует то, что там. Да. То есть, этот опыт, который мы сейчас обсуждаем, я хочу повториться. В начале это было озвучено, что Кришна говорит, это матчитаматгадапрана, это преданный, который приходит не запятаться от санги. Да? Это другая категория преданных. В санге находятся те преданные, которые приходят служить санги. Они хотят проявить, ну, как бы, служить Кришне. Они приходят туда. И вот эти преданные испытывают тушьянтича, романтича. А другие преданные, которые приходят запятаться от санги, они просто чувствуют эту атмосферу. То есть, они получают благословение в этой атмосфере, благодаря этой атмосфере. Вот. И вот первые преданные, они должны позаботиться о вторых, чтобы вторые тоже начали сознательно участвовать в санге. Это как раз и есть чудо, да, когда человек переключается с позиции господина в позицию слуги. Это и есть самое большое чудо. Когда кто-то становится учеником на путь ученичества настоящего, это великое чудо. Потому что это невозможно объяснить в случае зрения материальных, ну, каких-то законов. Это могущество духовной энергии. Как? Когда Шилапрупаду спросили, Шилапрупаду, в чем ваши ситхи, да, помните? Известная вещь. Ну, там йоги, они там делают вот это. А вы, Пракхупада, вот вы что делаете? Вот. В чем заключается, понимаете, в сознании Кришны, вот мы часто не понимаем, у нас возникает вот сложность из-за какого вопроса. Допустим, любой учитель, например, учитель, там, боевых искусств, вы сразу можете понять, что он авторитетен, потому что он, например, может, там, спроломить стену, к примеру, да. Или там, что такое сделать экстраординарное, вы смотрите, ух ты, мне это еще двадцать лет надо, как бы, ну, еще непонятно будет, вот это мастер. И вы приходите, преподаете к Йосапаму, пожалуйста, научите меня, да, так же это происходит? То есть это процесс научный. Мы же не слепые верующие, если учитель, он что-то умеет делать, то мы у него, ну, становимся учениками. И возникает вопрос, вот я принимаю учителя, да, я становлюсь его последователем, я преподаю к его стопам и прошу меня научить. А чему? Это вопрос, ну, элементарный, который должен задаваться вопрос, который приходит к учителю, к мастеру. То есть, если вы приходите научиться у человека, значит, вы что-то увидели, нечто экстраординарное. И вот что это такое? Чем вы не владеете, он владеет. Или мы просто приходим к человеку, потому что он занимает положение? Любовь должна быть увидела. Любовь, ну да, конечно, но конкретно, конкретно. Она должна чувствоваться, должна исходить. Люди чувствуют любовь и вляпываются в такие истории, что потом мало не покажется. Всю жизнь приходится потом разбираться с этой любовью. Нет, но говорят, что святые, те самые любопытные люди, и все театрские. То есть, любовь это конкретная, конкретная вещь в человеке. То есть, она проявляется, как некая способность. Способность. Вот, у человека есть определенная способность. Это называется любовью. То есть, любовь имеет активную природу. И мы должны понять, в чем заключается могущество гуру. Когда мы принимаем приближение. Вот, в этом будет научный процесс. Сознание Кришны будет научным процессом. Вот. И вот это и есть чудо. Прабхупа говорит, в чем мои ситхи? Вы видите всех этих западных учеников? Видите, да? Да, видим. С вами. Вот эти все люди, они приняли ученическую позицию. Но все они были хиппи, наркоманы. То есть, они наслаждались. А сейчас они все служат. Они счастливы. Вы посмотрите, они все счастливы. Вот это мои ситхи. У вас много этих учеников? Да. То есть, вот вы сейчас сказали, что нужно идти к учителю с вопросом, чему мы его можем научиться. С другой стороны, было сказано о том, что нужно вот это творческое состояние. И вот где-то должен быть баланс и середина понимания того, как должно быть. С одной стороны, мы должны не потерять это состояние ученика, да? Чему мы учимся? И учиться. С другой стороны, мы должны творчески себя передать. Ага. И чтобы не уйти в творчество, то что такое творчество? У каждого тоже свое. Когда мы говорим о творчестве, мы не имеем в виду нарисовать картину, например, и сидеть перед ней и наслаждаться. Такая картина у меня вообще получилась потрясающая. Хотя это тоже может быть творчеством. По творчеству мы имеем в виду деятельность, которая осуществляется… То есть, по творчеству мы имеем в виду принятие личной ответственности за общество. Вот именно сознательную позицию, вот это мы имеем в виду по творчеству. Когда человек что-то делает, он делает не потому, что он, ну, как бы, карма такая, надо, приходится делать, а он горит, у него есть энтузиазм. То есть, творчество, признаком творчества является что? Энтузиазм. То есть, человек горит. Вот это творчество. Он хочет сделать как можно лучше. Да. Да. Он не знает, как это сделать. Он думает, я это сделаю, но мытьем так картанем. Почему? Потому что ему открылось что-то. Вы понимаете? Как вот творчество возникает? Творчество возникает, когда в результате санги, в результате общения с гуру, человеку что-то открывается, какая-то красота. Миссия – это красота. То есть, человек влюбляется. Он просто в это влюбляется. И он не может думать только о том, как ему это сделать. Как ему, так сказать, проявить эту красоту. Вот это называется творчеством. Поэтому признаком настоящей санги является проявление вот этой красоты духовного мира перед внутренним взором преданного. Он начинает видеть эту красоту. Ему открывается дальше. Вот это творчество. И тогда он начинает действовать осознанно. У него появляется позиция лидера. А насколько важно в этой позиции сохранять вот эту связь с сангой? Он же должен в творчестве идти далеко и самостоятельно может быть? Понимаете, дело в том, что санга, она является, она, она является, она является, как бы, предметом служения. То есть, творчество направлено именно на сангу, служение кому? Санги. То есть, мы служим обществу преданным. Мы реализуем вот это служение именно по отношению к обществу. Оно является объектом. Поэтому как мы можем уйти из санги? Ну все, я все понял, как вот, вот, мое ваде. Гуру же я все понял. Спасибо. Все. Как пропадал. Наступил на голову своему гуру и пошел дальше. Это не творчество. Может появился проса, значит, к сожалению. Не, не к сожалению, а продолжение программы. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогие преданные, сейчас Махараш поедет на вокзал. Давайте еще раз поблагодарим очень сильно Махараш за этот ретрит, который он здесь провел. И завтра у нас будет итоговая встреча, которая будет посвящена обмену как раз санги, обмену впечатлениями о приезде Махараши, о том, что мы услышали. И в конце будет Маха Киртан. Поэтому, пожалуйста, приходите все завтра.